И всем привет, ребят! С вами Мистер Ваник и я сегодня записываю новый ролик. Сегодня это у нас второй внеплановый видеоролик, посвященный обновлениям, о которых я, честно говоря, даже и не мог подумать о том, что они могут выйти. Уже с завтрашнего дня стартует, по сути, День Святого Валентина, хотя он, можно так сказать, будет только через неделю. Но уже у нас стартует празднование, плюс ко всему прочему добавлены очень интересные изменения в механике, в балансе игры, о которых сегодня вместе с вами мы поговорим. Ну а начинаем все это дело с нового сайта, который у нас уже тестировался какой-то определенный период времени. Ну а сейчас он уже, наконец-таки, изменен и полноценно вышел на основную страницу, танков онлайн. Единственный момент, то есть, как бы, все, в принципе, под HTML сделано, все мне более-менее нравится, я как бы не буду об этом говорить, за исключение одного момента онлайна теперь и не показывается. Хорошо, что есть у нас сайт, на котором можно всегда прочекать, посмотреть, аналитику какую-то определенную для себя произвести, да, я надеюсь, что там, я, конечно, сегодня не заходил, не смотрел, поменялось там что-то или нет, но я надеюсь, что там вся статистика по количеству онлайна, по количеству тех игроков, которые находятся в боях, имеется. И это, конечно же, меня не может не радовать. Начнем, наверное, друзья, сначала с самого праздника, с Дня Святого Валентина, с того, что у нас будет в игре в ближайшее время, с 5 февраля, именно с завтрашнего дня по, грубо говоря, 14 число, 15, мы уже как бы не включаем, потому что это уже рестарт, в игре увеличенные фонды, увеличенный опыт, все те же самые движения с коинбоксами, ультраконтейнерами, праздничными режимами, выгодными всякими спецпредложениями, миссиями, и все в этом духе. По скидкам, если вкратце, то 30%, ускорение, и МПК, все это дело, ускорение 50%, шаг, поставка 30%, ну, то есть, грубо говоря, на все 30% скидка. Не сказать, что круто, но, как бы, лучше, чем ничего, при том, в раскладе, что это, по сути, только 14 февраля, есть у нас дальше 23, есть 8 марта, да, то есть, это те праздники, которые всегда в танках, чаще всего идут с хорошей скидкой, поэтому здесь 30% это так, чисто бонус для тех ребят, которые, например, вдруг резко хотят что-то прокачать и купить. Дальше праздничные режимы, здесь у нас их, как бы, получается один режим, но три карты, борда, рио, серпухов, до 20 игроков на карте, повышена вероятность выпадения золотых ящиков, то есть, можно неплохо так поголдоловить. Рио, борда мне нравится, серпухов нет. Серпухов, я вообще считаю, что здесь ни к чему. Борда, рио, да, очень крутые карты, и со своей историей определенной, да, и в плане точек там тоже много чего интересного есть, поголдоловство, я думаю, что это круто. Но серпухов, серпухов у меня очень плохие ассоциации, вообще, в принципе, с этой картой, поэтому я, как бы, ее особо не поддерживаю. Особые миссии. Особые миссии у нас здесь также имеются в сумме, ну, можно сказать, пять миссий, как бы, шестая это приз за все выполненные миссии, семь ультраконтейнеров вы получаете, если выполняете все миссии, и плюс за каждую миссию, за поймать ящики, за набор очков 30 тысяч, за уничтожение 100 танков на определенных пушках, за уничтожение 50 танков на определенных тяжелых корпусах, ну, и плюс там прожать ремкомплекты 33, за все эти задавки вы получаете по 150 осколков за каждую миссию, плюс 50 звезд, ну, а 150 осколков это, грубо говоря, полтора контейнера по нынешней мете, которая у нас имеется в игре. Неплохо. Если так, чисто вкратце, задания несложные, да, то есть на протяжении длительного периода времени, если я так понимаю, все эти заданки будут работать весь период, да, с 5 по 15, ну, грубо говоря, по 14 число, я думаю, что, в принципе, несложно выполнить такие заданки, получить за все это дело неплохие призы. Ультраконтейнеры, как всегда, спецпредложения определенные, ну, и, как я уже сказал, двойные фонды, плюс праздничное дополнительное оформление, ну, такой своеобразный, дефолтный праздник, условный дисконт-уикенд, только с скидками, с праздничным режимом, на выходные не с 13, 13-14, да, получается, суббота-воскресенье. Неплохо, неплохо, пойдет, 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 но это, наверное, не самое интересное, что я бы вообще хотел бы сегодня говорить, потому что список обновлений очень интересный, прям максимально я почитал, и даже, если честно, удивился. Если честно, удивился, во-первых, изменения по числу игроков, чего я думал, что не будет, я не думал, что будет вообще смотреть на карты, да, на то, как там все происходит, но изменения есть. Есть большие карты, на которых увеличено количество игроков, есть карты, на которых уменьшено, да, то есть Чернобыль, пустыня, я тут смотрю, Асса, Иран, Редалер, то есть немножко подбалансили, посмотрели, где лучше, как, но я думаю, что это еще будет перебаланчивать, не один раз, да, то есть если у нас тут были карты 12 на 12, то теперь я смотрю, что максимально 10 на 10, максимально 10 на 10, больше никаких 12 на 12 у нас нет. Дальше, интересные изменения в балансе уже дронов, пушек, и по корпусам, ну здесь тоже по хопперу есть изменения, по защитнику. Теперь он уже дает 20 секунд бонусного эффекта вместо 30, то есть если полноценно у нас весь период расходки, которую вы, например, прожали, я имею ввиду именно броню, работал защитник и давал дополнительный эффект в полтора, если я не ошибаюсь, раза больше брони, то теперь этот эффект будет работать 20 секунд, расходка также у вас, например, работает 30, то есть уже, ну, больший нерв, больший нерв защитника, и, возможно, момент, который заставит задуматься о смене данного дрона, например, на бустерах. Дальше, жесткий апп Изиды, плюс 15, целых 15% больше урона на всех модификациях, я считаю, что это тотальная полнейшая имбище, она и как бы этой Изиды и так довольно-таки неплохо нагибала, но 15% это очень много, это очень много, и если на цифрах это выглядит реально жестко, то я думаю, что на игре это должно отразиться еще сильнее, и плюс для матчмейкинга дополнительно использование, например, на Изиду устройства адреналина, это, ну, просто кинцелу, можно так сказать, это очень жестко, очень жестко, я не знаю, у меня такое ощущение, что с таким балансом там, ну, это жесткий байт на покупку Изиды, то есть, скорее всего, процентуально очень маленькое количество игроков играет на данной пушке, и разработчики игры решили, что вы подзакупились, подзакупились Изидами, так сказать, день Валентина, там все дела, Изиды в мете, нате, радуйтесь, играйте, нагибайте, так сказать. Пушка молот перезаряжает кассету на 2 секунды быстрее на всех модификациях, это тоже ап, и тоже жесткий ап, я думаю, что молот полноценно возвращается, хотя он и так для меня был в очень неплохом балансе, но это еще жестче ап, да, то есть, Изида, молот, то есть, и ко всему прочему, еще и ап страйкера, то есть, все, ну, ладно, не 3, но для меня две пушки, на которых я в последнее время играл, да, то есть, на Изиде я не скажу, что я там особо играл, они идут в плюс баланс, страйкер перезаряжается быстрее, написано, что как бы, ну, знаете, там 0.303 секунды, да, то есть, при прокачке МК-7, да, то есть, ну, не так много, да, якобы, якобы не так много, кажется, но, я думаю, что это будет чувствоваться, я думаю, что это будет чувствоваться, плюс ко всему прочему, здесь написано про то, что начальная скорость ракеты повышена на 5 метров в секунду, да, то есть, 5 метров, это, если я не ошибаюсь, длина одного танка у нас в игре, да, то есть, это тоже жестко, если все это дело будет работать еще и с дополнительно с устройствами, то есть, в моем понимании, страйкер это, ну, наверное, уран, да, для больших режимов уран, то есть, плюс 5 метров в секунду по скорости запуска ракеты, то есть, уран летит жестче, плюс перезаряжается быстрее, это тоже очень неплохая метовая имбулечка, и, возможно, можно будет выдавать стабильно по 2 страйкера с бустером, да, то есть, с ураном, если я не ошибаюсь, сейчас это сделать крайне тяжело, там надо в тайминг какой-то лютый попадать, то можно будет это делать вообще на постоянной основе без особых проблем, также по корпусу, наконец-таки у нас начинается потихонечку нерв хоппера, теперь он разгоняется на 2 метра в секунду медленнее, больше не получает заряд овердрайва за полезные действия в бою в течение 10 секунд после применения овердрайва, то есть, если вы прожали овер, сразу же доставили мячик, овердрайв вы не получили, то есть, овердрайв копится дольше, корпус разгоняется медленнее, начались вот эти самые нерфы, о которых я говорил, что они будут, но пока что это, я бы сказал даже, ну так, слезы, слезы определенные, то есть, ничего там серьезного нету в этом, ариэс получает очки за уничтожение противников своим овердрайвом, я не знаю, мне кажется, что они как бы и так же самое работало, почему об этом пишут, вроде как за овер, за уничтожение давали, очки, возможно здесь имеется ввиду, что и теперь за лечение союзников тоже будет давать, но посмотрим насчет ареса, это очень интересно, при том, в расходе, что в последнее время я начинаю на нем играть, в определенных комбинациях, поэтому интересно будет почекать, устройство дуплетно, молот, перезаряжает кассету на 50% дольше, относительно нового времени перезарядки кассеты, я понимаю, что это нерв, да, на случай, что до сих пор у нас, многие ребята играют на дуплете, на все том же дуплете, который якобы был раньше метовым, и его уже, если не ошибаюсь, то ли третий, то ли четвертый раз нерфят, и, ну, я не знаю, я на нем не играю, мне вообще не интересен дуплет, дуплет это не то устройство, на котором стоит сейчас вообще в принципе играть, устройство про резервные снаряды на пушку, смоки, позволяет снарядам отталкивать, отскакивать от стен уже дважды, было один раз, если я не ошибаюсь, теперь два раза, теперь устройство бронебойный выстрел на молот, не дает ускорению перезарядки кассет, вот этого я не особо понял, поэтому говорить не буду, какая-то интересная вещь, можете написать по этому поводу в комментариях, те, кто шарит, по страйкеру я сказал, исправлены очень хорошие тоже ошибки, которые бесилят, когда, например, у нас не устанавливались устройства и вооружения в гараже, теперь это написано, что исправлено, но не знаю, насколько точно это исправлено, не отображались устройства в меню, да, у меня тоже это было, перезаходить приходилось, написано, что тоже исправлено, дальше исправлена ошибка, из-за которой нельзя было добавить в группу человека, которого ты только-только добавил в друзья, то есть тебе надо было расформировать группу и потом только расформировать, заново создавать после того, как ты принял, теперь этого делать не придется, тоже ошибка, которая мне мешала, последние пару-тройку дней, да, были такие у меня моментики, к контейнерам добавлена озвучка, исправлены какие-то тут иконки флагов, я не знаю, что там исправлено, это имеется особый момент интересный, с контейнером тут пару-тройку движух, и вот еще одно интересное действие, это оглушение теперь гарантирует невозможность включать припасы на все время действия этого статуса, то есть если стопится, например, овердраевом хопера корпус, либо хантером, пока у вас работает оглушение, пока вы стоите вкопанные, вы не можете юзать свою расходку, то есть до этого этого можно было сделать, скорее всего это была ошибка, теперь этого сделать нельзя, ну и добавлена возможность игнорировать игрока через меню, контекстное написано, ну у меня тоже как бы были моменты, когда там сгорало, хотелось просто заигнорить чела, как раньше в старые добрые на флэше можно было сделать, сейчас этого сделать нельзя было, с завтрашнего дня это все можно сделать, в общем и целом мы имеем большое количество интересных изменений именно в балансе, на которые стоит обратить внимание, я думаю, что стоит потестировать все эти замечательные пушки, что изида, что молот, что страйкер, поэтому жду от вас комментариев по типу, начинаем тестить по красоточке, прожимаем лайки, 150-ка набирается великолепное, сразу стартую, сходу, просто сходу влетаю, влетаю с изидачки, потому что я думаю, что она там самая метовая, самая имбовая, ну а там дальше уже как бы по очереди, молот, страйкер, все выйдем, все посмотрим, проконтролируем, запишем игровые видосы, разные вооружения, поэтому поддерживайте данный видеоролик лайком, если он вам понравился, также пишите в комментариях, по поводу того, тестим или не тестим, ну и плюс свое мнение, по поводу данных обновлений, есть одно общественное, можно так сказать даже мнение, о том, что в 2021 разработчики начали делать годные обновления, что вы думаете по этому поводу, ответьте возможно на этот вопрос, ну у меня друзья на этом все, спасибо всем за просмотр, оформите на протяжении долгого, довольно таки периода времени, там кто-то уже собирается, чемик рекорды бить, желаю вам удачи, побивать рекорды, 3 с копейками миллионов, за неделечку оформите, оформите, свяжемся с вами, на сегодня все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока.